Сегодня мы с вами немного приоткроем туманный и загадочный занавес Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Это государство, сумевшее объединить четыре красивейших страны – Уэльс, Северную Ирландию, Англию и Шотландию, которые не просто гордятся, но и веками хранят свои традиции. Именно поэтому каждая из частей королевства настолько уникальна и неповторима. Давайте посмотрим, что представляет собой каждая страна в отдельности. И начнем с Англии. Англия занимает большую часть острова Великобритания. На севере она граничит с Шотландией. На западе с ней по соседству находится Уэльс. От континентальной Европы ее отделяет пролив Ла-Манш, известный нам как The English Channel. А на востоке берега Англии омывает Северное море – The North Sea. Чтобы иметь лучшее представление о самобытности Англии, давайте пройдемся по ее областям. Юго-восточную часть часто называют Садом Англии. Здесь простираются фруктовые сады и поля хмеля. На юго-востоке находятся многие известные прибрежные курорты. И прежде всего это Брайтон. Если вы хотите насладиться тишиной и порадовать глаз удивительной красотой, то вам стоит посетить именно эту область Англии. А на юго-западе за несколько дней можно увидеть смену пейзажей от песчаных пляжей до суровых скал, от низинных мрачных болот до волшебных живописных лесов. Именно в этой части страны находится город Бат со своими целебными источниками, которые уже давно стали известны по всему миру. Юго-запад Англии – это настоящее раздолье для любителей истории. Люди освоили эти земли еще задолго до начала нашей эры. Это мы можем судить по Стоунхенджу, окруженному множеством тайн и воздвигнутому именно в этой части страны несколько тысяч лет назад. Если же вы любитель и знаток преданий и слышали о рыцарях круглого стола – Корнволле, то юго-запад Англии – это то, что вам нужно. Именно эту местность называют страной короля Артура. Здесь и находилось его легендарное королевство. Может, именно вас в огромном камне до сих пор дожидается меч благородных рыцарей – Эскалибур. Слышали когда-нибудь о самой романтичной истории любви – Ромео и Джульетты? Или, может, вам известны трагические истории Гамлета и Отелла? А может, вы просто знакомы с именем создателя этих бессмертных произведений – Уильямом Шекспиром? Тогда Центральная Англия ждет вас. И здесь вы можете увидеть родной дом Шекспира в Стратфорд-на-Ивоне. Или же почитать книгу в самой большой университетской библиотеке королевства – в городе Оксфорд. Не забудьте посетить легендарный Шервудский лес, где до сих пор возвышается тот самый могучий дуб, который служил убежищем Робин Гуду. Северная Англия объединяет в себе северо-восточную и северо-западную части. Этот край иногда называют суровым. Но это не совсем так. Именно в этой части страны находится одно из самых живописных мест – озерный край – Lake District. А может, вы любите футбол? Ну тогда вам просто необходимо заехать в Манчестер и посетить музей двух знаменитых футбольных клубов – Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. На самом севере Англии, прямо на границе с Шотландией, и сейчас можно увидеть обранительное сооружение римского императора Адриана. Оно так и называется – Адрианов Вау. Построил его император во II веке, чтобы защититься от свободолюбивых племен Шотландии, которые, ну никак, не хотели ему покоряться. Вот мы уже и здесь, в Шотландии. Девиз этой страны звучит так – «Никто не тронет меня безнаказанным». И по нему каждый понимает, что это страна свободы и справедливости. Но в то же время она не оставит равнодушным никого. Высокие горы и синие озера, крепкие виски и клетчатые юбки, звуки волынки. Шотландия настолько красива и притягательна, что не раз становилась местом действия многих книг и фильмов. Так, живописные пейзажи этой части Великобритании вы увидите в «Гарри Поттере», Джеймс Бонди, «Храбром сердце». В этой части королевства также находится и самая высокая точка страны – Грабан-Невис. А теперь мы оказываемся в третьей и последней стране королевства, расположенной на острове Великобритания – в Уэльсе. Если, оказавшись здесь, вы не поймете, что говорят люди вокруг вас, не думайте, что ваше познание английского столь малы. Они всего лишь говорят на своем родном, в алийском языке. Здесь его изучать с детства. Уэльс – это край удивительных пейзажей и величественных замков. Здесь на каждый километр приходится замков больше, чем во всем мире. Приехав сюда, вы можете прокатиться по горной железной дороге – Сноуден-Маунтэн-Рейлвей. Поезд доставит вас прямо на вершину горы Сноуден. Отсюда рукой подать до последней, четвертой страны Соединенного Королевства – Северной Ирландии. Это единственная страна, которая располагается на соседнем с Великобританией острове – острове Ирландия. Без тени сомнения можно сказать, что это одно из самых живописных уголков королевства, и он идеально подходит для любителей тихого отдыха среди старинных деревушек. В Северной Ирландии можно прогуливаться пешком, наслаждаться красивыми видами и национальными парками. Здесь находится всемирно известная тропа великанов – Giant's Causeway. Верхушки колонн образуют по форме трамплин, похожий на гигантскую дорогу, которая начинается у подножия скалы и исчезает под поверхностью Ирландского моря. Тропа великанов поражает не только своими размерами, но и загадочными легендами происхождения. Это впечатляющее место по праву заслуживает популярность и восхищение. И все это – всего лишь маленькая часть того, что можно увидеть в Соединенном Королевстве. Но его история и культура настолько неповторимы и богаты, что привлекают миллионы туристов каждый год. И неспроста английский язык стал таким распространенным. Посмотрите, размеры этой страны не так уж и велики. Намного более велико значение этого государства в развитии всего мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова